Когда доктор сообщил Ресту, что у него диабет второй степени, он не знал, что ему делать. Он сразу же стал принимать три лекарства, но казалось, что все напрасно. В итоге Реста посетил ближайшую адвентистскую клинику. В клинике они помогли изменить мой образ жизни, и с тех пор я перестал пить лекарства. Я стал веганцем и начал много тренироваться. Улучшение здоровья побудили Реста обучиться в Адвентистском университете в Венгрии, чтобы стать консультантом по здоровому образу жизни. Так как у меня самого диабет, я очень хочу помогать людям с этим заболеванием. Это стимул для меня. Сейчас Реста является координатором в глобальной миссии в Центре влияния в Дебрацене, втором по величине городе Венгрии. Этот центр предлагает ряд услуг, включая соляную комнату, лечебный массаж, врачебные консультации людям с легочными заболеваниями, а также страдающим от зависимости или депрессии. С самой первой встречи мы рассказываем людям обо всем с точки зрения христианства. Нашим основанием является Библия. Христианская забота и профессионализм побуждают посетителей вновь обращаться сюда за другими услугами. Нам очень повезло, так как Господь подарил нам шесть докторов из членов церкви, и еще более десяти членов посвятили себя служению здоровья. Мне кажется, это прекрасная возможность вместе трудиться и помогать людям. Я считаю, это очень особенное место, потому что в церкви люди получают духовное лечение, а здесь мы можем лечить тело и давать рекомендации, как о нем заботиться. Я считаю, это место является неким мостом между людьми в городе и в церкви. И этот центр влияния начал свою деятельность только благодаря инициативе членов церкви, когда Анна-Мария решила открыть маленький книжный магазин, где люди смогли бы расслабиться, пообщаться и почитать книги о вере. Людям сложно строить отношения. Они постоянно куда-то спешат. Мы старались достичь тех, у кого не было хороших отношений с другими. Мы хотели молиться о них и вместе с ними. Благодаря этому служению несколько людей решили последовать за Иисусом. Одна женщина, у которой были проблемы, зашла в этот магазин. Я порекомендовала ей несколько книг и предложила поддержку. Мы побеседовали, и я пригласила ее в церковь. И она стала членом церкви. Это было словно чудо, ощутить столько любви. Они были так добры ко мне. Мне предложили присесть и побеседовать. Я очень благодарна этому центру, и я рада, что я могу делиться своей верой и любовью с другими. Также адвентисты этого города делятся любовью через ежегодное мероприятие под названием «Протяните цветок». Каждый год один из братьев выращивает тысячи нарциссов на своем участке, а затем жертвует их, чтобы члены церкви могли их кому-то подарить. Многие люди спрашивают, для чего мы это делаем. Ответ очень прост. Мы хотим делиться любовью и быть благословением для людей в этом городе. Адвентисты в Дебрацене, общаясь с людьми, используют творческий подход. Будь то медицинские услуги или участие в городских мероприятиях, они хотят быть частью этого общества. Пожалуйста, молитесь за их служение, чтобы они и дальше могли делиться Божьей любовью с жителями этого большого города. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете глобальную миссию, которая, в свою очередь, поддерживает подобные проекты по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok